Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Рад приветствовать вас, друзья. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Анапа. Вторая полная дня. 18 января 2024 год. Центральная площадь. Температура воздуха около плюс 13 градусов. Однако сегодня дует достаточно сильный южный ветер. Ну вот здесь он не особо сильный, а в районе набережного высокого берега прямо-таки все 10-12 метров в секунду. С порывами даже сильнее. Обратите внимание, новогодняя атрибутика у нас в Анапе уже убирается до следующих новогодних празднеств. И через несколько дней уже будут убраны все вот эти новогодние элементы, которые в середине декабря так тщательно устанавливались. Вышли с вами на улицу Горького. Смотрите, здесь гуляет достаточно много людей. Ну, в принципе, вот здесь погода прямо-таки хорошая. Сегодня дождя нет в Анапе. Перемена обученность с прояснениями. Прогноз погоды на ближайшие пару дней обещает то, что в Анапе будет достаточно дождливо. Но, тем не менее, тепло вот до плюс 12, плюс 13 градусов. Потом ветер и обильные осадки в итоге принесут в Анапу похолодание. И со следующей недели ожидается, что температура воздуха в Анапе днем будет не выше плюс 8 градусов. А ночью будет аж минусовая. Там до минус 2, минус 3. А если прогноз чуть изменится, то минусовая температура воздуха, ну, где-то 0-1, ожидается также и днем. Так что не всегда в Анапе прямо-таки так шикарно тепло. Но, с другой стороны, вот, например, я бы сейчас бы по своей собственной воле не поехал бы туда, где, например, снег. Я бы по своей собственной воле не поехал бы туда, где жара. Ну, объясню почему. Ну, где снег, значит, где снег, там и, значит, мороз. Мне бы не хотелось бы морозиться. Я все-таки ежанин. Я вам рассказывал, как на днях двое анапских велосипедистов замерзли, чуть-чуть не замерзли в своем велопробеге в районе Волгограда. Они хотели ехать до Монголии. Неизвестно, продолжат ли они свою поездку, но без посторонней помощи они не смогли обойтись, потому что резкое похолодание было. Сначала минус 20, потом минус 30. Ну, а почему я не хотел бы прямо сейчас оказаться там в жаре, даже если бы это были какие-то там условия пляжные? Ну, потому что мне, вот не знаю, как вам, но мне, например, летней жары в Анапе хватает. И, в принципе, к концу вот этого жаркого периода уже жара прямо-таки надоедает. Когда там июль выше плюс 30 градусов, как правило, днем, август выше плюс 30 градусов днем. Ну, так и в июне тоже бывает жара у нас тоже конкретная. А еще и сентябрь потом жаркий выдается. В итоге получается 4 месяца от 30 до 40 градусов в реальных пляжных, в реальных городских условиях, в среднем 35 днем. И от такой жары реально устаешь, когда ты выходишь и понимаешь, что вот снова тело будет активно потеть, снова придется пить много воды. И, в общем, вот такая погода, как сейчас, ну, для меня прямо-таки оптимальная. Так чувствуешь и то, что сезоны меняются. То есть, вот, лето, жара, зима, южная такая относительно умеренная температура воздуха. Ну, вы, кстати, можете написать в комментариях, какая бы для вас была идеальная погода, вот в плане сочетания смены сезонов, там, летом, зимой. И еще, кстати, можете написать в комментариях, устойте ли вы от жары в Анапе на отдыхе. Выходим с вами на театральную площадь. Здесь уже убрали технику, которая была спрятана в кубах. Ну, вот, проекционную технику, видите, площадь подразгрузилась. Ну, и вот эти новогодние елки, ансамбль новогодних елок, тоже уже со дня на день уберут. Ну, и Анапа, пожалуй, постепенно уже начнет готовиться к предстоящему курортному сезону. Положительный, позитивный момент уже в том, что прибавляется световой день. Уже прямо-таки заметно то, что прожительность светового дня начала так хорошо конкретно прибавляться. У нас, кстати, ребята и девчата, у нас с Натальей есть очень интересный план по съемке обзора. Ну, в итоге по съемке серии обзоров. Я думаю, он понравится вам, причем и тем, кто рассматривает Анапу исключительно для летнего отдыха, и тем, кто рассматривает Анапу для приездного обстановления на место жительства. И единственная проблема, которая нас останавливает от реализации, от активной реализации этого плана, нужна финансовая поддержка. Вы можете отправить донат в любую сумму, которую сочтете уместной, на номер карты Сбербанка, которая есть в описании к этому видео, карта оформлена на Наталью. Не на меня, там прямо написано Наталья, так что не удивляйтесь. И как только будут набраны первые где-то 6-7 тысяч рублей, мы приступим к реализации вот этого интересного, нового нашего проекта по съемке серии прямо-таки интересных и высокоинформативных сюжетов. Пока первый сюжет не снят, я не буду говорить, что это конкретно. Аллея от Русских ворот до Центральной набережной. И здесь у нас миниатюрные схемы городов древних. И поступила такая информация, что отсюда сперли статую. Вот она где-то вот здесь была расположена, статую Неокла правителя. И ее взяли на новогодних праздниках. Кто-то решил, не удержался и отковырял себе. Я думал, что будут слегка пострадавшие, поцарапавшиеся эти кораблики. Ну, это когда лето придет. Потому что, видите, они достаточно острые. Я уже об этом говорил тогда, когда только эта аллея открылась. Но пока что страдает именно вот эта миниатюра людей. И, ребята, девчата, я вас прошу, если вы будете на этих миниатюрах находиться, относитесь к ним аккуратно. Это красиво. Ну, и лучше все это не отковыривать, не вытапатывать, не бить ногами. Поэтому относиться к этому аккуратно. Это у нас центральная набережная. Здесь тоже достаточно много людей сегодня гуляет. И вот на центральной набережной прямо-таки ветра особо не ощущается. Потому что, вот здесь, видите, деревья, там дальше здания многоэтажные различных санаториев и пансионатов. И все это защищает от воздействия южного ветра. Южный ветер как раз-таки идет вот оттуда, с той стороны. И, видите, благодаря этому сегодня можно достаточно комфортно гулять вот именно в этой части курортного центра Анапы. Так что, в принципе, собственно, люди и делают. Спустились с вами на нижний ярус центральной набережной. Здесь, смотрите, видимо, стрелистое причало для яхт продолжится строиться. Может быть, в этом году, скорее всего, откроют. Но к началу курортного сезона, что прямо-таки вот отсюда люди могли на морские прогулки отправляться на яхтах. И, может быть, в связи с открытием этого причала, может быть, не будут восстанавливать причал вот тот на центральном пляже, который штормом был разбит. Ну, а на море сегодня в районе центрального пляжа относительное затишье. Вот, смотрите, лебеди подплыли к самому берегу. Люди любуются. Мы сейчас ближе подойдем. И в то время, пока в районе высокого берега начинается новый шторм, вот, кстати, отголоски сюда доходят все-таки здесь, вот в Анапской Большой Бухте, в принципе, ну, относительно более-менее все спокойно. Пока что спокойно. Думаю, что вот еще пару часов, и уже прибой так начнет подниматься. Отголоски уже прямо сейчас идут. Лебеди тянутся к людям. Люди тянутся к лебедям. И вот две группы встречаются на кромке морского берега. Лебеди этой зимой достаточно давно, достаточно долго не прилетали. И они начали прилетать вот только вот, когда на днях были заморозки до минус 8, минус 9 градусов. И то, что вот сейчас они здесь находятся, они потом, скорее всего, когда начнет темнеть, улетят обратно на Анапские плавни, на плавни речки Анапки. Благодаря тому, что сегодня нет активного прибоя, пока что, опять же, лебеди, видите, могут близко так подплывать и даже подходить к людям. Ну, люди их фотографируют, угощают, что с собой принесли. О, грациозные какие-то птицы. Ну, и здесь рядом также лысухи черненькие, немного уток и там чайки. К водоплавающим птицам еще прибавилась ворона, которая тоже косит, типа, подводоплавающую, да, под морскую птицу. Ну, лишь бы угощали ворону едой. Да, вот так. О, видите, сколько людей выходит. И здесь надолго остаются полюбоваться лебедями, этими замечательными, грациозными птицами. Просто аншлаг. Лебеди привлекают в себя, безусловно, очень сильно внимание людей. С 25 января перекроют до 31 мая дорогу, которая ведет в Витязево со стороны аэропорта. И там будут делать новую удобную развязку. И до 31 мая невозможно будет со стороны аэропорта с трассы проехать в Витязево. Нужно будет ехать либо по верхней дороге, либо по Пионерскому проспекту. Зато с 1 июня будет все замечательно. По заверениям дорожников и новая развязка автомобильная, транспортная позволит проезжать с гораздо большим удобством и комфортом участок вот со стороны трассы в сторону Витязево. Ну и раз уж мы упомянули аэропорт, есть еще одна новость. То, что возможно с конца февраля все-таки будут какие-нибудь рейсы в Краснодарский аэропорт. А это было бы уже хорошо. Да, его, этот Краснодарский аэропорт, хотели открыть перед самыми новогодними праздниками. Это было бы интересно для экономики краевой. Это было бы интересно и удобно для многих людей, которые приехали бы в Анапу из дальних регионов, прилетели бы в Анапу. Но, увы, такого не произошло. Министерство обороны не одобрило открытие. И вот следующее рассмотрение вопроса безопасности полетов в Краснодарский аэропорт намечается на конец февраля. А будем надеяться все же на лучшее. Вот у нас здесь на центральном пляже еще с предыдущего шторма, видите, подтопления не ушли. Вот эта водичка с предыдущего шторма осталась. Такие мини-лиманчики. А вот уже намечается следующий шторм. Время от времени здесь, сейчас на центральном пляже, возникают порывы ветра. Южный ветер прорывается. И, ну, судя по всему, опять будет усиление ветра дальнейшее и возникновение нового шторма. Видите, солнышко проглядывает сквозь переменную облачность уже около закатное время. Здесь тоже на центральном пляже убирают вот эти все фототочки декоративные, которые были выставлены. Вот видите, следы остались вот от всего вот этого благоустройства праздничного. Столбы уже опять кренятся. Я думаю, столбы со всей иллюминации тоже снимут, чтобы они в итоге не попадали. Свою функцию они выполнили в праздничные дни, хорошо продержались. И я думаю, многие из вас, многие из нас не отказались бы, чтобы эти стильные лежаки остались бы и летом. Ну, это были бы VIP, конечно, лежаки. Вообще межсезонье, вот сейчас же они бесплатно, то есть никто не ходит, плату не собирает. Вы представьте, сколько такие лежаки стоили бы в курортный сезон летом. Представьте, сейчас, например, если бы июль был бы, да, это он, в принципе, двухместный, но, в принципе, одному можно разместиться с полным комфортом. Сколько бы они стоили? Наверное, в час было бы 200 рублей, да, а на день, не знаю, тысяча рублей, наверное, была бы стоимость. Кстати, ребята и девчата, пишите, кто уже определился с датой приезда в Анапу, в этом курортном сезоне, кто уже определился с датой отпуска, кто уже забронировал места в гостинице, там, в отеле, кто уже купил путевку в санаторий, в пансионат. Пишите о ваших курортных планах на Анапу, там, на Джимате, на Витязево, на этот сезон 2024. Интересно узнать, как у вас обстоят дела с планированием, и собираетесь ли вы приехать на отдых в Анапу в этом году. Помните, я показывал, какие были очереди вот в праздничные дни, особенно вот в последние дни декабря, в первые дни января. Вообще было не протолкнуться, чтобы сфотографироваться с песковиками. Очередь была, ну, человек, наверное, 20, может быть, 30. А все теперь, главное, жена свободная. Ну, в основном, ну, как минимум очередей нет. Ну, вот эта новогодняя елочка тоже, наверное, будет убрана со дня на день. В общем, идея оправдалась, риск оправдался. Большинство благоустройства выстояло все нужные праздничные дни. И я думаю, то, что вот этот положительный опыт будет перенесен и вот на другие новогодние празднования. Вот это все в ближайшие дни тоже будет разобрано. Хотя было, кстати, упомянуто то, что кое-что из благоустройства останется подольше. Ну, то, что, допустим, удобно, допустим, вот эти лавочки, качели удобные, вот эти типа беседочки удобные, может быть, это и останется. Ребята и девчата, если кто-то из вас еще не подписался на наш канал и вы уже неоднократно смотрите на этом канале обзоры, пожалуйста, подпишитесь. Может быть, конечно, для вас это формальность, но нам с Натальей будет очень приятно, то, что мы будем видеть, что наши обзоры по Анапе на канале Анапчане нравятся все большему и большему количеству людей. Это очень хорошо мотивирует, чтобы снимать обзоры и больше, и разнообразнее. Так что, пожалуйста, подпишитесь, кто еще этого не сделал. Порадуйте блогеров. И мы в ответ вас порадуем хорошим, качественным контентом, хорошими, качественными обзорами. Также не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал. Там мы публикуем, помимо всего прочего, красивые фотографии, так как формат Телеграм-канала позволяет и фотографии публиковать, и какие-то текстовые сообщения, и коротенькие видео для настроения, а также какие-нибудь срочные новости. Если вы хотите знать об Анапе больше, подпишитесь также на наш Телеграм-канал. И особо хочу обратить внимание, что на нашем Телеграм-канале нет какой-либо рекламы, ну, абсурдной, например, которую можно часто встретить на других Телеграм-каналах. Так что не беспокойтесь, у нас только самые интересные, важные, актуальные новости именно по Анапе. Друзья, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм-канал, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы с вами сегодня затронули, обсудили. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира. Все, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok